Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. К началу учебного года готовы. В анапских школах заканчивается последнее приготовление к 1 сентября. Сделать проект «Анапского океанариума» и открыть новые городские парки. Заслуженный архитектор Кубани Людмила Ильишенко готовится отпраздновать юбилей и делится своими планами на будущее. Растет, как на дрожжах. Изобретатели «Занапа» предложили способ улучшения свойств воды для полива растений. Ряд структурных подразделений администрации города находятся в отдельных удаленных от администрации помещениях. Исполняющий обязанности главы города-курорта «Анапа» Юрий Поляков посетил их с рабочим визитом. Оценил условия работы, интересовался проблемами, эффективным использованием площадей. На улице Амелькова управление по делам семьи и детей. Здесь оказывают 27 государственных услуг. Проводятся заседания межведомственной комиссии по лету, в Совет опеки. Работает комиссия по делам несовершеннолетних и клуб приемных родителей. Путевки детям на летние удных тоже можно получить здесь. Работает кабинет психологической помощи для многодетных семей. То есть жизнь здесь всегда бьет ключом. Все семьи, взявшие детей сирот на воспитание, опекаемые теплотой и заботой, и более 130 миллионов рублей пособий ежегодно поддерживают замещаемые и опекаемые семьи. С тех самых пор, как создали это управление, а это 10 лет назад, в управлении работает Вера Нигинская. Она поделилась проблемами в решении вопроса жилья для детей-сирот. Давайте так сделаем, наверное, все вот эти вопросы, которые возникают у нас, и создают какую-то сложность в работе, давайте рассмотрим. Познакомившись с размещением управления здравоохранения, исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков отметил отсутствие очередей в управлении Росреестра, расположенного на этом же этаже. Четкая работа МФЦ налицо, подчеркнул Юрий Поляков. На улице Промышленной, в кабинетах управления жилищно-коммунального хозяйства, муниципального контроля, управления по транспорту и связи, капитального строительства, Юрий Поляков познакомился со специалистами, ответственными за главное направление работы подразделений и подчеркнул. Прошу, когда будет заседать комиссия по ГИБДД, давайте вникнем и рассмотрим, может мы что-то сможем в транспортной схеме, какие-то изменения внести, хотя весь вопрос даже не в самом движении, а в том, где парковать машины. Поляков отметил также, что главы сельских округов пока слабыми темпами вывозят из карьеры гравий отличного качества для сельских дорог. Эту работу необходимо организовывать активнее. Хорошей новостью поделился Виктор Зубоваткин. Пришла государственная экспертиза проекта и сметы на строительство пристройки для начальных классов для шестой школы. На следующий год стоимость где-то порядка 390 миллионов. Учебный год не за горами. Уже через пару недель ученики города-курорта сядут за свои парты. В общеобразовательной школе номер 4, как и во всех городских образовательных учреждениях, к подготовке отнеслись со всей серьезностью. За лето во всех классах произвели косметический ремонт, покрасили фасад здания, заменили крышу на складском помещении, а также обновили зону питания. Финальный штрих – обновленный школьный буфет. На ремонт ушло две недели и почти 200 тысяч рублей. В выборе дизайна принимал участие личный директор. Добавили новую стойку, на неделе установят комфортную мебель. Плитку на потолке заменили на новую. По словам Владимира Редкокашина, буфет – это особая зона. Здесь ученики не только могут покушать, но и пообщаться в компании друзей. Старшеклассники, помимо всего прочего, у них это как бы здесь клуб по интересам. Они встречаются, общаются на переменах и после. Мы постараемся сделать, чтобы им здесь было приятно. Не просто прийти выпить сока или съесть булочку, но и пообщаться, решить какие-то свои проблемы, поскольку будет все, чтобы это было действительно такое вот, даже типа место интеллектуального сбора наших учеников. Отремонтировали и учебный корпус. Во всех школьных туалетах полностью заменили сантехнику и постелили новую плитку. Выцвевший за год фасад здания теперь снова как новый. Учителя заранее проверили классное оборудование. Интерактивные доски и ноутбуки работают без сбоев. А проекторы выдают четкую картинку. Мы выкрасили в этом году все стены. Видите, как в бежевый цвет. Благоприятный для психологического здоровья детей. Выкрашен пол полностью. То есть как бы детям будет комфортно в этом классе. Готовы на 100%. Не оставили без внимания и двор. Теперь возле флагштоков удобная плиточная дорожка. Именно здесь в пятницу пройдет первая в этом учебном году торжественная линейка. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. В связи с погодными условиями и сильным северо-западным ветром категорически запрещается купание в море с использованием надувных средств. Также под запретом прокат катамаранов. Именно они чаще всего становятся причиной уноса людей в открытое море. Обращаюсь я к прокатчикам катамаранов и лиц, которые сейчас в нарушении нашего запрета все-таки их используют. Вроде бы кажется безобидное средство, которое быстро уносит в море. И здесь время идет на считанные минуты. Успеют сообщить, не успеют сообщить. Также на курорте высока вероятность пожаров. Северо-восточный ветер способствует быстрому распространению огня, который потушить крайне сложно. Резко падает влажность воздуха. При высокой температуре практически все, даже малогорючие вещества горят как порох. И распространение огня распространяется очень быстро и достигает несколько метров в секунду. Особенно на открытых участках и участках, находящихся вблизи жилых построек. Вместе с тем, 9 августа действует постановление главы о введении особого противопожарного режима, где строго запрещено разведение открытого огня любой направленности. За него предусмотрены серьезные административные штрафы на физических, должностных, юридических лиц. Штрафы за разведение огня на данный момент весьма ощутимые. Физическому лицу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо-нарушитель заплатит от 50 до 100 тысяч. А на юридическое лицо накладывается штраф в размере от 200 тысяч рублей. Завершился прием заявок на конкурс «Самый уютный дворик». Уже завтра соберется специальная комиссия, которая определит победителей. Представители территориального местного самоуправления отмечают, что Анапа с каждым годом хорошеет благодаря инициативе жителей, а также неравнодушных предпринимателей. Это так называемая «зеленая автостоянка». Руководитель местного территориального общественного самоуправления не припомнит, чтобы в Анапе где-то была еще такая же. Аналогичная есть в Европе, а в России, например, в Москве. Ее обустроили совсем недавно. Пока трава в лунках дикая. В будущем году их специально засеют. Получится газон, на котором можно будет поставить машину. Территория принадлежит одному из отелей. А это участок перед частным домовладением. Земля муниципальная, но хозяин решил, что будет за ней ухаживать. Вместо привычной стоянки – лужайка с элементами ландшафтного дизайна. Этот фасад – образец современной городской среды. Есть место для автомобилей, но хватает и зелени. Его решили выставить на конкурс. Елена Чумакова в общественном самоуправлении уже 10 лет. По ее словам, горожане стали больше думать об эстетике. Многие, когда мы подводим итоги конкурса, видят победителей на день города, когда мы вручаем, действительно подтягиваются и начинают что-то где-то. Каждый старается сделать свою клумбочку, сделать уютный дворик красивый. Соревновательный – да, конечно, я хочу быть лучше. Чтобы у меня был дворик мой самый лучший, уютный, красивый. Каждый раз, даже через год приходим, что-то новое появляется в этом дворике. Сирени привезла, все. А это все сдача у вас? Это хризантемы, да. С фасада – обычный высотный дом, а во дворе – калина красная, черемуха. Есть молодые вишни, которые уже плодоносят. Недавно посадили орех. 8 лет назад, когда Валентина Павловна сюда переехала, на этом месте были мусор, добурьян. Сейчас разнообразие растительности почти как в ботаническом саду. Даже тыквенные семечки здесь не выбрасывают. Авось взойдет и всходит. Сегодня во дворе практически не осталось места под посадки. Здесь постепенно переходят к озеленению фасадной части. Кроме того, готовы делиться цветами с теми, кто хочет также посадить что-нибудь в своем дворе. Я люблю, когда плоды приносят цвет, плодоносят наши калина, черемуха. Приятно же это во дворе. Каждый день понемножку, каждый день час-два я занимаюсь, ковыряюсь в цветах. Там где-то сорняк, где-то что-то пересадить, цветы новые посадить. Ну, это работа. Двор выдвинули на городской конкурс. Его итоги начнут подводить уже на днях. Победителей наградят на главной сцене, в день города-курорта. Призовые деньги, целевые и пойдут на дальнейшее благоустройство. Имя гордится Анапа. Завтра свой юбилей отмечает один из известнейших архитекторов нашего города Людмила Федоровна Ильишенко. Опытный специалист, на счету которого десятки разработанных проектов на объекты гражданского назначения, которые сегодня стали украшением не только Анапы, но и Краснодара, Геленджика, Новороссийска и многих других городов Краснодарского края. Заслуженный архитектор Кубани по сей день трудится в проектном институте, помогая молодым зодчим. Она пишет стихи и рисует свой город будущего. Она увлечена красотой линий и поэзией архитектурных ансамблей. Стремление в гармонии во всем говорит – это профессиональное. А все началось почти 40 лет назад, когда она переступила порог Анапского проектного института. Любое ответственное задание для человека, в первую очередь у меня на слуху, и я понимаю, что, наверное, это будет Людмила Федоровна, любой ответственный объект. Но как человек, это, наверное, действительно мама для коллектива. Под руководством Людмилы Ильишенко разработаны и сданы в эксплуатацию десятки объектов, которые сегодня украшают наш город. Среди последних – жилые микрорайоны Анапский и Привовский. Особая гордость Людмилы Федоровны – это здание пенсионного фонда и хирургический корпус городской больницы. Мы строили микрорайоны. Сейчас продолжаем вот микрорайон Горгипи. Пытаемся как бы не ухудшить то, что имеется в городе. Делаем гармонично в том плане, что предусматриваются и проспекты, и бульвары, и озеленение, и школы, и сады. Ну, чтобы не было просто точечная застройка, которая не подкреплена инфраструктурой. За многолетний труд 10 лет назад Людмила Федоровна была награждена медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. А в 2012 году постановлением губернатора Краснодарского края ей было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор Кубани». С нею работать очень комфортно, легко, хорошо. Находим, как говорится, сразу все решения в тесном сотрудничестве. Поэтому большего пожелать другим, как такого человека, найти по жизни и по работе, и в досуге – это просто кладезь. По стопам Людмилы Федоровны пошла ее дочь Зинаида. Она работает здесь же архитектором. Как признается сама, профессию выбрала не случайно. Еще в школе этот выбор был предопределен. В самых ранних лет смотрела на маму все время. Творческая работа, затягивает. Вот и приучились. Теперь и дети уже приучаются, и внуки. Все уже думают об этом, чтобы стать архитекторами дальше. Людмила Федоровна очень хочет, чтобы в Анапе стало больше парков и школ, а вместо точечной застройки появились красивые здания. Но самая заветная мечта – построить на курорте огромный океанариум, который бы стал визитной карточкой города. Не исключено, что это станет ее следующим проектом. Изобретатели Занапа предложили способ улучшения свойств воды с помощью низкочастотных колебаний. На руках есть результаты экспериментов. Согласно предварительным выводам, обработанная вода способствует сохранению фруктов, а также повышает урожайность. Экспериментальная база помещается в одном автомобиле. Большая часть – вода, уже обработанная особым способом. Упаковки не вскрыты, ее дают на пробу. Рядом генератор. Его используют на полевых испытаниях. Сама установка – опытный образец. Ее разработали двое энтузиастов. Опирались на уже имеющийся опыт, в основном зарубежный. Это большая низкочастотная колонка. Она подключена к генератору. Всех нюансов изобретатель не раскрывает. Такой звук, как говорят авторы, для человека безвреден. При этом незначительная часть воды распадается на водород и кислород. Она с одной стороны умягчается, с другой появляется больше свободного кислорода, и вода становится очень слабым антисептиком, который влияет на микрофлору. На бак, на емкость любую с водой, на пруд, на поле, где есть хоть небольшое количество воды. За один час мы обрабатываем порядка до 300 тонн воды. Изобретатели считают, что такая вода может найти применение в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. На руках есть результаты экспериментов. Два персика сорвали одновременно. Один обработали измененной водой, другой – нет. Обработанный персик сохранял товарный и гастрономический вид значительно дольше. Растения, которые обработаны такой водой, растут интенсивнее, повышается их урожайность. Эксперименты проводили в опытно-производственном хозяйстве Анапа. Их результаты здесь считают как минимум интересными и заслуживающими внимания, а также более углубленного изучения явления с проведением новых экспериментов. Тем временем разработчики намерены поставить изобретения на коммерческие рельсы, ведут переговоры с различными предприятиями. В 2016 году работа вышла в финал конкурса «Сумма технологий», который прошел на базе Кубанского госуниверситета. Идет оформление патента. Готов к труду и обороне. В Анапе в эту субботу состоится финальный этап сдачи тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Свыше 450 человек в возрасте от 18 лет и старше примут участие в забегах по пересеченной местности детского парка. Смешанное передвижение по пересеченной местности, кросс на 2, 3 и 5 километров без учета времени – скандинавская ходьба. Эти виды завершат комплекс сдачи норматива в ГТО среди взрослого населения в рамках летнего фестиваля. Он проходит на территории курорта с 1 июня. Массовый забег состоится 19 августа. Регистрация участников начнется в 8 часов. Начало стартов в 9.00. Как сообщает в Управлении по физической культуре и спорту администрация курорта, 30 человек по итогам летнего фестиваля получат заслуженные знаки отличия ГТО. Их вручение приурочат к празднованию Дня города. По всем вопросам участия в летнем фестивале ГТО можно обращаться в Управление по физической культуре и спорту по телефону 2-74-53. Скоро Анапы и другие курорты Черноморского побережья будут встречать в сентябре, а с ним и уменьшение количества туристов, приезжающих на отдых. Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих с курортов с 19 по 31 августа ОАО «РЖД» вводят дополнительные составы по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Киров, Изанапы и Адлера. Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8 800 775 00. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» 189 рублей, «Сервилат Российский» 319 рублей, «Сосиски Крымские» 195 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 17 августа в Анапе ожидается переменная облачность. Утром местами, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха днём до плюс 31 градуса. Ночью прохладнее – 22 выше ноля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин